Мы сначала говорим о детях, а потом будем говорить о прославлении. Дети, выйдите, пожалуйста, на сцену, мы за вас помолимся. Я хочу сказать небольшое такое свидетельство. У нас двое, меня зовут Ольга Жданович, и у нас двое деток. И вот у нас Алексею будет 10 лет, и мы попали в определенный кризис с этим возрастом. И вот мы недели две решали этот вопрос. Короче, проблема вся в том, что не хочется детям становиться взрослыми, учиться, трудиться, хочется играть, веселиться. Пошли плохие оценки, а родители-то у Алексея серьезные люди. Да, Леша? У нас было такое в летом путешествие в горы. Злата, ты хочешь в горы? Нет. Перегромко? Нет. Короче, там у нас была такая командная работа, тилбидинг, как говорят, тимбилдинг, да? Правильно я говорю, Леша? Команда образования. После чего они не хотят горы, вообще никак. Но мы дошли до вершины, и мы поняли, насколько мы друг другу важны. Ну и в самый последний момент, когда мы тянули детей, по сути, Саша, Злату днес на руках. Ну, в общем, мы шесть часов мы ходили по этим горам, а я Алешу вела, у него были все ботинки набранные в грязи, мы там в пакетики вставляли эти ноги, да? Мы все вымокли с ног до головы, там только что я радовалась, господи, у меня мокрые руки, у меня мокрые ноги, но у меня за шивортом еще пока слуха, мы радовались. Ну и представьте, это все проходили с нами дети, это был и снег, и дождь, и даже был град, и солнце, это было реально нереально, сложно, и дети, конечно, в горы не хотят, но в самый последний момент, в самый последний момент Алеша заметил вот этот вот людей, которые вышли с какой-то такой тропки, где нужно было в соснах, на карачках, ну реально на четвереньках пробираться к нашей базе. И если бы он не заметил, что люди оттуда вышли, мы бы заблудились, мы бы пошли, короче, вниз и спустились бы не через вот эти вот, как это называется, качель, да, на болгарском качель, а мы бы спустились в самый низ и очень сильно бы жутко устали. Короче, он нашел дорогу, и мы постоянно говорили, Алеша, мы Ждановичи, мы не сдаемся, надо дойти до конца, у нас все получится. Ну вот и представьте, мы Ждановичи, дойти до конца, а у нас тройбан, четвербан, и, короче говоря, ребенок уроки не учит, и все плохо. И знаете что, Бог показывал такие интересные чудеса, и мы вышли в итоге на одного преподавателя, и она сказала, сейчас у детей столько много информации, что наши дети, они не успевают на чем-то сфокусироваться, не успевают углубиться, они реально не могут научиться учиться. И через вот эти все тернии, за эти две недели мы пришли к выводу, конечно, детей любить надо, 100%, молиться за них нужно, но их также надо учить учиться, принимать трудности, преодолевать эти трудности. И, оказывается, корень лежал в приоритетах. Вот, хочу сейчас вам на экран картинку показать, потому что, знаете, одно дело это ребенку 10 лет, а другое дело это взрослый человек. И вот нам пришлось с Алешей сесть и написать приоритеты, потому что на самом деле на первом месте у него были друзья и развлечения, ему некогда было делать уроки. И как только мы нарисовали, он сам своей рукой, да, что первое место это Бог, это та мудрость, которую он получать необходимо, что Бог дает ему задание почитать своих родителей и слушать, потому что сегодня мы в семье выполняем роль Бога для него, да, то есть через нас Бог с ним разговаривает. Ну, вы понимаете, что происходит, когда ребенок не уважает родителей, спорить с ними и прочее. Потом следующий этап в приоритете мы выставили знания. Знания, обучение, да. Потом мы поставили спорт, все, что связано с физическим здоровьем, да, потом только друзья, потом только развлечения. И у нас началась дорога, дорога следовать этим приоритетам. И мы стали объяснять, насколько это влияет на нашу жизнь, на будущее, на его дальнейшие, да. Я говорю, Алеш, тебе еще 5 лет, и ты уже можешь бизнес делать. Вот 15 лет уже ребенок должен понимать, как необходимо зарабатывать. И если он сейчас будет плохо учиться, да, мы его объясняем, то это очень низкоплачиваемая работа, это, скорее всего, работа по найму и так далее. Короче говоря, я все к чему это говорю. Слава Богу за Бога. И это проблема не только наших детей. И давайте будем молиться, чтобы у наших детей их не отвлекал. И в дорослых то же самое. Ни Facebook, ни Instagram, ни эти игры, ни ролики в YouTube. Чтобы они могли четко определить свою цель и двигаться, добывая там знания. Как нам сказал вот этот преподаватель, что ребенок должен научиться копать и добиваться, добывать вот эти знания, которые им помогают в жизни приносить добрые плоды. И на самом деле это проблема даже взрослых. Мы все просматриваем ленту Instagram, Facebook, Stories. И мы не фокусируемся на тех ценных главных вещах, которые в последующем либо принесут нам добрые плоды, либо принесут недобрые. И сейчас я хочу, чтобы наша молитва за детей и за нас, и, возможно, за тех детей, которых вы знаете, она стояла именно на Божьем основании, чтобы в первую очередь, чтобы у наших детей пребывали правильные ценности. Ну и, конечно же, у Алексея будет день рождения скоро, да, пришагнет планку в 10 лет, 11 год пойдет. Поэтому будем молиться, чтобы... А, еще эта женщина сказала, что нужно, чтобы одна тема проходила мимо ребенка хотя бы три раза. И я благодарю Господа, что вот на наших детских служениях так и получается. Алексей, мы три раза проходим одну тему. Первый раз я им рассказываю, второй раз они делают домашнее, а в третий раз, вот сейчас у них будет такой урок, они обсуждают между собой самостоятельно, после еды, естественно, да, после подкрепления плюшками, и они смотрят мультик на эту тему. В прошлый раз, поэтому если у вас есть дети такого возраста, где-то до 12 лет, приводите их на детское служение. В прошлый раз они смотрели про Дзена Вашингтона. В позапрошлый про Ника Вучича. То есть мы еще показываем Библию в реальной жизни, да, верующие люди, как они преодолевали, и как они в своей жизни добивались успеха и становились людьми влияния. Да, Богданчик, кто-нибудь похнеет золотой стих? Видите, как быстро внимание убежало? Все, раз, и они уже в своем каком-то. Помнит он-нибудь золотой стих? Ну, хорошо. Хорошо, давайте тогда закрывайте глаза, будем за Вас молиться. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за детей, которых Ты нам дал. Мы благодарим Тебя за те сложности, за те препятствия, которые мы преодолеваем вместе с ними, познавая Твою святую волю для наших детей. Что Ты действительно открываешь, с чего должно все начинаться. Что в первую очередь мы должны ставить Тебя на первое место. Мы должны как-то научить детей быть послушным своим родителям. Как они будут послушны родителям, так они будут послушны Богу. Господь, мы просто призываем Твое святое имя во имя Иисуса Христа, чтобы наши дети стали детьми влияния во имя Иисуса Христа. Но для начала укрепи их внимание, их концентрацию на тех вещах, которые реально важны, да, Злата? Которые реально принесут им добрые плоды, чтобы каждый их талант, который Ты их видишь, он раскрылся. Чтобы наши дети, они не упустили тот самый шанс, который может подарить им Твою славу, Господь, Твои какие-то достижения, чтобы они еще больше познавали Тебя в этих знаниях, в обучении. Мы также благословляем их на этот учебный год, Господь. Не оценки самое главное, но самое главное – это то желание и та победа, которая не приучится в школе получать знания, добывать их, Господь. И мы просим Тебя сегодня особенно во имя Иисуса Христа, благослови их на эту концентрацию внимания, достигать этих знаний Твоей Божьей мудростью, чтобы они этим знаниям могли служить Тебе во веки веков. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Так что будьте благословенны. И наши дети – это наша слава, наш венец. Аминь. Спасибо большое за поддержку. Спасибо.